друзья всем привет меня зовут давыдов сергей и в этом видео мы с вами поговорим про цементную штукатурку в ванной комнате а именно мы поговорим как же построить угол 90 градусов без использования лазерного уровня в предыдущем видео я говорил что работа на данном объекте выполнялась очень быстро и поэтому я применял здесь именно лазерный уровень но это не мешает мне рассказать каким же способом можно построить угол 90 градусов без его использования мы с вами все детально рассмотрим теории и конечно же попробуем соорудить инструмент своими руками для данной работы а также я расскажу какие-то ключевые моменты которые связаны именно с цементно-песчаной штукатуркой и прежде чем приступить к штукатурке ванной комнаты я бы хотел немножечко поговорить про штукатурку в целом которую мы выполняли в данной квартире дело в том что в предыдущем видео было очень много комментариев про то что нельзя делать тонкие слои гипсовой штукатурки и они будут очень плохо держаться и отваливаться да возможно мы нарушили технологию я абсолютно никого не призывают так делать но тем не менее давайте посмотрим результат сцепления штукатурки с основанием сразу забегая вперед скажу что все штробы были ровные и штукатурка нигде абсолютно не отвалилась об этом будет подробное видео когда мы будем делать электромонтаж итак вернемся к нашему санузлу и попробуем построить угол 90 градусов в этом видео я не буду объяснять с какой стенки нужно начинать какие там есть нюансы потому что у меня есть уже очень подробное видео по этому поводу здесь мы конкретно построим угол 90 градусов потому что это наиболее часто задаваемый вопрос как я говорил ранее на данном объекте работа происходила очень быстро поэтому тут я выставлял угол 90 градусов именно при помощи лазера сейчас я быстренько покажу как я это сделал и мы уже перейдем к способу номер два который позволяет сделать эту же работу очень точно без применения лазерного уровня при работе с лазерным уровнем работа происходит очень просто и очень быстро мы просто выставляем два луча один луч у нас идет параллельно стенки которые уже от штукатурена а второй луч является уже плоскостью будущей стенки то есть простыми словами линия лазера будет немножечко цепляться за маяки и таким образом мы без всяких вымерений отметок от правила без всяких приготовлений сразу же возьмем и поставим маяки в плоскость вроде бы ничего сложного но именно у новичков возникает очень много сложностей с таким методом установки потому что лазер может попадать частично на маяк может попадать больше на маяк и таким образом закрывать нам следующий маяк при установке маяков именно таким методом необходимо использовать одну маленькую хитрость именно этой хитростью я с вами и поделюсь для того чтобы маяки поставить максимально точно я буду использовать в качестве ориентира краешек шпателя когда луч лазера попадет на шпатель это будет говорить о том что маяк установлен как правило на один маяк я делаю примерно три или четыре контрольные точки это делается для того чтобы сразу замешать себе ведерочка раствора и примерно минут за 15 выставить все маяки уже с геометрией в ванной комнате примерно через 40 минут можно будет пройтись и подмазать все маяки как следует при работе таким методом времени на установку маяков требуется приблизительно полтора часа за это время я промеряю все помещение ставлю контрольные точки и уже по ним потом выставляю маяки лично по мне этот способ является самым быстрым также обратите внимание когда я устанавливаю маяки я никогда не обмазываю их полностью я всегда оставляю расстояние приблизительно 30 сантиметров для того чтобы штукатурка сцеплялась под этими маяками если маяки обмазать полностью то мы получим стенку из отдельных секций штукатурки если мы маяки не обмазываем то мы получаем цельную стену которая будет гораздо крепче чем обычно на самом деле это не так важно делать на стенах но крайне необходимо делать на полах ну и теперь уже после того как мы разобрались со всеми нюансами установки самих маяков давайте перейдем к вопросу как же установить их под углом 90 градусов на самом деле все очень просто и я больше чем уверен что практически каждый из вас это знает просто немножечко забыли поэтому давайте освежим нашу память для того чтобы построить нам угол 90 градусов нам необходимо сделать большой угольник по которому мы и будем выставлять этот угол прямой угол строится очень просто первый катет берется из трех частей второй катет берется из четырех частей и гипотенуза берется из пяти частей исходя из этих данных мы можем построить абсолютно любой угольник для того чтобы инструмент у нас получился максимально точный нам необходимо очень четко соблюдать данные размера примеру для работы в этой ванной комнате я бы соорудил угольник вот именно таких размеров как я нарисовал одна часть у меня была бы 44 сантиметра бывает что угольнику нужны какие-то специфические размеры для удобства и поэтому один из катетов можно сделать длинше но при этом необходимо обязательно соблюдать те самые точные значения которые я обозначил ну вроде бы в теории звучит все очень просто давайте на практике попробуем собрать небольшой угольник и посмотрим насколько точным он у нас получится на всякий случай еще раз повторю для того чтобы получить максимально точный угольник нам необходимо соблюдать все размеры данного угольника к примеру здесь я собираю маленький угольник размерами 30 40 и 50 сантиметров и все они с точностью до одного миллиметра у меня совпали с инструментом мы с вами разобрались теперь давайте все-таки посмотрим что же с ним делать и как с помощью данного угольника построить угол 90 градусов стены у меня а и b являются параллельными сделать это можно с помощью обычной рулетки то есть тут нет ничего такого особенного поэтому на этом не будем заострять внимание к одной из параллельных стен мы представляем угольник и рисуем линию которая будет являться ориентиром для построения угла 90 градусов можно эти линии не рисовать но я все-таки рекомендую делать именно отступную линию то есть не вплотную к стене потому что стены на самом деле бывают очень разные после того как мы построим линию с прямыми углами уже отступая от нее мы найдем плоскость чистовой будущей стены и в общем-то по этой плоскости и будем с помощью пузырькового уровня выставлять наши маяки угольник кстати не обязательно прислонять уже к штукатуре нам стенам можно ее прислонять к маякам либо использовать правило для того чтобы сымитировать уже отштукатуренную стенку данный метод установки маяков конечно же будет более долгий чем установка маяков по лазерному уровню но я считаю что для тех кто делает ремонт своими руками этот способ будет просто идеально после того как мы отштукатурили стены в ванной комнате на следующий день нам необходимо подрезать штукатурку и обильно полить ее водой это самое главное требование для того чтобы штукатурка максимально набрала свою прочность а также перед уходом домой я всегда смотрю какие углы у меня получились и все вот эти небольшие наплывчики на углах я хорошенечко зачищаю для того чтобы в дальнейшем когда я буду укладывать плитку мне они не мешали на этом я хочу с вами попрощаться пожелать вам работать только с хорошим и качественным инструментом всем пока а а а а а а а и и Продолжение следует...